Российские граждане все больше сожалеют о том, что 24 февраля 1922 года по приказу Путина российская армия вторглась в Украину. И вот это провели Russian Field, социологическое русское поле, провели социологическое исследование, но и говорят, что не стали бы отменять решение Путина. В марте 1922 года не стали бы отменять решение Путина, 57% это тогда, а сейчас уже только 49%, то есть половина, больше половины опрошенных, 56% заявили, что считают успешными действия армии, они сумасшедшие, успешные. Но, короче, в феврале рекордные 38% граждан заявили, что отменили бы решение о начале военной операции. Но нужно понимать одно, что это был всероссийский телефонный опрос. Можете себе представить, вам звонят на телефон и говорят, здравствуйте, мы тут вот с русского поля и проводим телефонный опрос. Вы как, за военную операцию или нет, да? Само выступление против, это уже дискредитация, уже статья, представляете? Так что, это еще очень, я думаю, что смело можно говорить о 90%, если в результате телефонных переговоров 38 или 39% сказал, что нет, ну и нахер никакой войны не надо. Так, канал ДШРГ Русич опубликовал видео в несудебной казни сдавшихся в плен солдат ВСУ и одобрил эти действия. Ну, что я могу сказать, что солдатам ВСУ не стоит сдаваться в плен этим ублюдкам. Да, да, и я думаю, что вот эти из этого Русича сильно, так сказать, глупые люди, да, потому что сейчас и российских вот этих Русичей этих плен брать не будут. Это очень глупую игру они затеяли, очень глупую, и самое главное, что она богомерзкая, эта игра. Президент Зеленский заявил, что переговоры о возможности получения французских многоцелевых истребителей «Мираж-2000» ведутся. И, значит, «Мираж-2000С», оптимизированный для противовоздушной обороны, хотят получить и, возможно, получат. Ну, что я могу сказать, это было бы очень здорово. С точки зрения тех задач, которые стоят в Украине, «Мираж» даже круче, хотя он старенький, ну, «Ф-16» тоже старенький, но он получается даже круче «Ф-16», да. Почему? Ну, во-первых, потому что у него очень низкая посадочная скорость, да, у него скорость посадочная там что-то 140 км в черпе, как у самолета с пропеллером, да. Можете себе представить, 140 км, этот «Жигули» разгоняется до этой скорости, а у него посадочная скорость. Скорость, при которой он может свободно маневрировать, 200 км в час. Какой-нибудь, я не знаю, истребитель, любой современный истребитель, свалится на этой скорости у «Миража-2000» скорость сваливания 180 км в час. Ну, то есть, это когда он абсолютно не ощетинившийся, без любой механизации, просто летит горизонтально, при 180 км он может свалиться. А если он ощетинился, да, у него там предкрылки, закрылки и прочее, да, то все нормально, да. Вот, и что еще могу сказать, у него 6 тонн, больше даже 6 тонн боевая нагрузка. Можете себе представить, 6 тонн боевой нагрузки, такая низкая скорость, то есть, он может совершенно спокойно бороться с любыми беспилотниками. В чем проблема истребителя, почему трудно бороться с вертолетами, с беспилотниками, у них скорость маленькая. Истребитель прилетел, там, пока он рыщет на скорость 500 км в час, едет, там, уже куда-то разбежались или выполнили задачу, он их все время проскакивает, да. Почему всегда, вот, для борьбы, там, с воздушными шарами, там, с беспилотниками вертолеты применяют? Именно по этой причине, потому что у истребителей скорости большие, а у этого очень низкая скорость, очень хорошая. Я бы на месте, конечно, французов сделал бы из «Миражей» 2000 беспилотники, идеальный беспилотник, да, потому что, во-первых, боевая нагрузка бешеная, да, скорости маленькие, и он может вообще выполнять любую работу, как с точки зрения беспилотника. И при этом у него высокая скорость, он два звука скорость развивает, то есть он в зону боевых действий может влететь, как падла, да, там, на небольшой высоте, это просто колоссально, почему не делают из них беспилотники, я, честно говоря, не знаю, это было бы очень дешево и сердит. И вот украинцев, конечно, посоветовал, если дадут «Миражи», часть используют для борьбы с беспилотниками, а часть перевести в беспилотники как средство первого удара, это многоцелевик, беспилотный «Мираж» 2000, это вообще хренеть, это просто жесть какая-то. У меня даже слов нет. И Франция поставит в Украине 250 тысяч ударных дронов. Министр обороны об этом заявил. Ну, посмотрим. Вообще 250 тысяч ударных дронов – это очень круто, да, если на один ударный дрон, дрон по одному мобику, да, хотя бы по одному. Пишут, меня спрашивают, поддержать Дашу Козыреву. Петроградский районный сунг Санкт-Петербурга арестовал 18-летнюю местную жительницу Дарью Козыреву, которую подозревают повторной дискредитацией вооруженных сил. Девушка пробудет под стражей до 25 апреля. Заседание проходит в закрытом режиме. Да, 24 февраля она приклеила на памятник Тарасу Шевченко лист со строчками из его стихотворения на украинском языке. Козыреву задержали и возбудили в отношении уголовных дел. Представляете, что творится? Они просто совсем с ума сошли, эти путинские. Причем они делают это сознательно, они намеренно демонстрируют то, что они такие отвязаны. Сегодня опять 2-3-4 сбили. Да, я слышал, я думаю, что эта икона действует. Помимо того, что мастера такие на все руки украинской противовозвучной обороны, еще и икона, да, спас нерукотворный так действует. Путинцы идиоты, представляете? То есть православные люди стоят с другой стороны. Только православие в России, то гундяевское православие, мерзкое, КГБшное, да, абсолютно безбожное, сатанинское. И с той стороны с этими же иконами, с этими же святыми, с этими же постулатами, но уже более светло. Представляете, то есть, безусловно, вся энергия, которая отдается, если верить в это, да, этим иконам и так далее, она стоит на стороне Украины. Продолжение следует...